Мы можем испытывать сочувствие не только к живым существам, но и к неодушевленным предметам. Причем мы сами наделяем их разумом и чувствами, в соответствии со своим уровнем эмпатии. К такому выводу пришел Эдриан Уорд из Гарварда. И сегодня мы продемонстрируем вам, как это работает. Мы предложили испытуемым посмотреть короткий мультфильм. Вот этот. Теперь люди должны рассказать нам, что они только что видели. Я увидела историю про геометрические фигуры, про то, как шарик влетел во вход какой-то. А у квадрата с треугольником не получилось этого сделать, и потом они все исчезли. А что они все делали? Хаотично перемещались. Хаотично перемещались? Никакой истории вы там не увидели? Нет. Эти две девушки не увидели ничего, кроме движущихся геометрических фигур. Но все ли люди видят то же самое? Мне показалось, что квадратик зелененький – это парень, мужчина, а кругляшочек синенький – это девушка. И потому что они в отношениях, потому что они были довольно близки друг к другу. И стекла их какая-то беда, опасность в виде красненького треугольничка. Но я видела конфликт. То есть они между собой конфликтовали, они не могли договориться, чье это будет место. Как история взаимоотношений, да? Если ты кругленький, то ты обтекаешься, и все хорошо. А когда у тебя очень много углов, то, соответственно, получается ситуация, которую мы видели. Лица, скажем так, в виде квадратика и кругляшочка, производили какое-то общение. И потом в виде агрессора залетает треугольник, и квадратик вынужден защищать кругляшочек, который прячется, как я увидел, в отдельной какой-то комнате. Агрессор пытался пробиться кругляшочку, а квадратик его защищал. То есть это, в принципе, всю историю, которую я увидел. Смотрите наши эксперименты в плейлисте NLP. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр!